Тебе вопрос как к вегетарианке. Смогла ли бы ты встречаться с парнем, если он ни рыба, ни мясо? Просидев полдня на туалете, Энса и Олег поняли, что пикантную кислинку давали ой, не огурцы, не огурцы, а красненький корм для рыб. Говорят, что плохому танцору что-то там мешает. Ну, в моем случае, немножко другой случай. Мой плохой танец принес мне уже целых два свидания с тобой. Я бы уже на дважды. И, Злата, я думаю, ты уже поняла, что я серьезный человек. Бог любит Троицу. Злата, это не намек. Ты следующий. Олег знал, что Злату немножко укачивает на качелях. И после третьего круга на карусели Злата Огневич не заметила, как стала Златой. Плохотник. До встречи. Злата, привет. Мне почему-то кажется, что тебе нравятся юморы как высокоинтеллектуальные тонкие, так и юмор, который граничит, ну, можно сказать, который вот ходит по тонкому льду. Я не хочу выпрыгивать из своей шкуры для того, чтобы как-то вот победить в этом конкурсе, потому что у меня юмор очень тонкий и черный. Я не могу, учитывая наше с тобой общение, я не могу пускать свой юмор, вот честно. Я не хочу. Приличная встреча. Я думаю, что у нас с тобой завяжется как бы там диалог. И вот в этом уже диалоге спокойно я хоть смогу как-то чуть-чуть уже как бы тебе его как-то донести.